привет привет добро пожаловать в новый влог только зашли домой не исключено что сейчас начнут орать дети потому что у них еще и друг и они тут играются у нас продолжаются летние каникулы но вообще я не за этого хотела начать огромное спасибо вам за активность за комментарии за пальцы вверх реально для меня как для создателя контента это очень важно и ценно и ну это знаете такое взаимодействие между нами мне как-то сложно было сказать вам что но времена такие когда не просто мне хочется что-то создавать но я нуждаюсь в вашей поддержке и очень-очень благодарна вам спасибо вам я всегда знала что у меня чудесная аудитория но знаете друг познается в беде и у нас наверное с вами вот тоже что-то из вот этой области потому что но я готова отдавать у меня много идей мне хочется что-то делать но хочется вы знаете как-то держаться вместе и я в каком-то плане поддерживаю развлекаю вас иногда делюсь какими-то идеями чем-то полезным и для меня это такая отдача с вашей стороны поэтому спасибо большое я чувствую что вместе мои силы несмотря ни на что так девчонки только зашла домой и мы сейчас собираемся в отпуск на кемпинг у нас есть автодом у нашего дедушки сам он на нем не есть это он вообще купил его для внуков и тем более дальние поездки для него это уже очень накладно по здоровью в принципе он уже не может так далеко водить сам и это уже не совсем безопасно для него в общем в первую очередь мы едем ради дедушки и ради детей они любят вот этот вот весь движ я надеюсь что ничего не изменится мы с мужем очень разные я если что-то запланировала ну разве что там буквально конец света случается тогда я могу поменять свои планы действительно вы знаете когда что-то такое что ну грандиозно меняет обстоятельства только потом я отменяю какие-то записи куда-то не иду не еду с кем-то не встречаюсь а муж у меня спонтанно хаотичный и за день до поездки он может сказать что типа нет все мы не туда едем вот я надеюсь что мы такие поедем потому что я уже видите на низком старте я впервые еду на кампинг мальчики были в прошлом году мужской компанией и я могла бы не ехать знаю насколько сложно моему мужу с дедом и также с детьми и при этом всем он еще и работает поэтому я подумала что я и сама попробую а вдруг мне понравится а во-вторых мы проведем время вместе а в третьих я помогу ему где-то он за ними посмотрит и общем как-то там будем всем взаимодействовать и только что мы были в экшене кстати в докатлон тоже съездили но большая часть у нас уже есть я вам буду показывать что я беру с собой а потом я скажу где я протупила чего я не взяла и ничего мне не хватает и в любом случае я настроена знаете так на позитиве налегке будь что будет в этой жизни много что стоит попробовать это никому не навредит надеюсь первое самое важное это карта памяти которую беру с собой буду снимать для вас влог вы у меня золотые люди просто в инстаграме девчонки присылали мне целые списки того что стоит взять с собой на кемпинг я так глянула много чего у меня уже есть но вы сказали что нужны фонарики дети вообще любят забирать фонарики на наши вечерние прогулки с собакой и в экшен продаются очень классные вот такие у нас их два второй заряжается малые сразу распаковали все значит только зашли тобой сразу фонарики фонарики фонарик такой конкретный и он заряжается от кабеля usb он мощно светит так более лайтово и мигает вот это два фонарика таких для них чтобы ходить в туалет и не знаю может там будет освещение и нам пригодится только дома но в любом случае также взяли вот такие фонарики он магнитный и он крепится вот можно как-то подождите я и техника а вот так вот включается и также можно переключить на вот этот цвет я человек который любит комфорт готова взять с собой целый дом потому что особенно если ты готовишь и в принципе в таком бытовом плане ну проверим интересно что из этого получится также купила в докатлоне нож знаете многофункциональный моего папы моего дедушки всегда были такие ножи я подумала что после кемпинга я вообще закину его в машину пусть на всякий случай будет потому что здесь разные открывашки разные ножи и также для вина открывать штопор том как сказал что у нас есть веревка но я об этом узнала уже потом веревка для того чтобы повесить стирку и когда я покупала ее в докатлоне это просто шнурок нужно было дать свой адрес имейл и просто так его не отпускают на кассе целях безопасности я сразу очень поняла в чем дело но потом как поняла думаю ничего себе экшен взяла еще вот такие штуки это многоразовые пакеты они закрываются я думаю что бы то они мне тоже пригодятся даже знаете там капсулы для стирки взять с собой чтобы по кулечкам одноразовым не складывать вот так вот там всякое разное можно кстати не бытовую химию а вообще например продукты какие-то я думаю что я возьму с собой чай рассыпной и так далее взяла два комплекта то есть у меня четыре вот таких пакетика мусорные пакеты маленькие нашу ванную комнату у дедушки автодом я вам снимала влог то есть рум-тур такой и я обязательно покажу еще раз там тоже есть ванная комната я не знаю будем ли мы ею пользоваться так на постоянной основе но в любом случае даже в кухне не помешают маленькие пакеты для мусора влажная туалетная бумага много но меня муж предупредил чтобы не нагребать лишнего и луки наверное придется отложить для следующей поездки возьму только самое необходимое потому что мы планируем остановиться прямо на побережье этого моря но пока что выбираем кемпинг куда поедем мы хотели в италию и в хорватию но в италию не на море а на озеро причем и не на кома и на гарту а мы нашли еще менее популярная очень красивая господи как там красиво но сейчас настолько жарко что мы переживаем за нашего деда как он это вынесет солнце светит прямо в глаз и поэтому наверное мы откажемся от этой идеи но в идеале было бы поехать в италию на кемпинге там вообще он и лучше организован там тоже достаточно тени и так далее и но виды просто потрясающие и вот этот кемпинг в хорватии мы просматривали разные и лучше по стандарту по цене они чуть-чуть дороже и на острове кырк в некоторых уже нет мест и так как мой муж такой спонтанный человек да вот дня на день поехали а многие люди за год бронируют себе классные места и мы еще просматривали все кемпинги во первых чтобы была тень чтобы наш кампер не нагревался чтобы мы там вообще как мухи в банке не сдохли извините за выражение это во первых а во вторых но опять-таки дедушка у нас не может сидеть на солнце поэтому нужно чтобы на территории было очень зелено и также чтобы на берегу не просто стоял зонт был какой-то тенечек он целый день можете на пляже наш дедушка но главное чтобы были деревья и мы вчера вечером уже ночью можно сказать просматривали все кемпинги прям на google maps то есть смотрели реальные фотографии сверху сколько там зеленой территории и даже если там ну скажем на большей части территории будут деревья я вас уверяю если вы так спонтанно едете то наверняка эти места под деревьями будут заняты так что у нас видите много таких моментов которые мы учитываем все-таки человек в возрасте и ну если мы едем вместе то хотелось бы того чтобы всем было комфортно и безопасно плюс кампер но сам автодом если он нагреется то как бы мне тоже будет не по приколу все-таки закрою жалюзи вот так получше будет у нас похолодало сегодня 19 градусов вот эти перепады типа 30 19 и голова потом аж пульсирует и мне было прямо холодно поэтому я сидела в курточке сейчас вышло солнце заказала онлайн несколько других вещей для поездки они должны прийти завтра и понятное дело там буду собирать всякие косметички средства от комаров от муравьев после укусов пластыри все это это самое главное это у меня уже в основном все готово ну сегодня собираемся послезавтра мы должны выезжать или через два дня пока что точно не определились и ждем ответа из кемпинга самого если там места нашего кампера потому что он не маленький для палатки есть места а вот для автодома нужно уточнять даже если на букинге нет то не факт что в реальной жизни они все-таки есть просто на букинг не выставляют короче у нас сбора я предвкушение в этот раз у меня гигантская аптечка с собой от всего того что я могу решить как не доктор уже собрала капсулы знаете я не намерена там стирать много но даже полотенца после моря за 10 дней они превратятся в камень так что возьмем еще прищепки которыми я дома обычно не пользуюсь и на аллегра купила вот такую миску которая складывается она силиконовая это ну как просто тазик типа для стирки для чего угодно и он не будет занимать много места кайф какой я еще заказала очень классную миску и продавец вернул мне деньги не успела прийти посылка ну ладно была такая миска силиконовая только для кухни очень прикольная когда складывается она превращается в досочку для нарезки и там еще была пробка то есть можно набирать воду или как дуршлаг ну ладно поедем без нее поэтому возьму самую легкую досочку которая у меня есть пластиковая губка для мытья посуды всякие тряпочки кухонное полотенце я очень люблю когда у меня есть что-то чем можно протереть стол там где дети будут завтракать или мы здесь у меня оливковое масло соль орегано перец он чеснок подождите чтобы там не покупать целую пачку а я смогу сообразить детям какую-то пасту в салат добавить для гриля которую мы тоже планируем делать не знаю зачем но ножницы часто в быту пригождаются это дедушка купил набор керамических ножей и здесь есть чистилка для овощей но наверное я возьму свою потому что я точно уверена в том что она работает это купила тома кугамак разноцветный засунем его туда пусть расслабляется восстанавливает свои нервы конечно не обязательно мне кажется прикольно у нас раскладывается маркиза и там можно будет повесить вот такие фонарики и они на солнечных батареях автоматически включаются и у меня их несколько штук очень жаль конечно что не пришла складная миска но зато дедушке сразу в кампере оставлю мисочку пластиковую она очень легкая это для хлопьев всяких но у нас есть еще и набор который складывается сейчас за ним пойду и у нас всего четыре стаканчика в том наборе поэтому взяли еще два вот таких ну и поднос вот такой с зеброй просто для удобства а еще я понимаю что я тот еще отдыхающий на кемпинге наверно будете смеяться мне кажется что это прикольно все таки вечера мы будем проводить там и мы возьмем с собой свечи чтобы было уютно красиво из практичного бумажное полотенце конечно у нас есть там всякие кресла столик это я вам уже покажу на месте вот такой набор из докатлона по-польски это называется монашка новое слово для меня здесь и кастрюля и сковородка и также всякие тарелочки там 4 чашечки все это спрятано возьму с собой сковородку и самую такую пожившую лопатку потому что на этой сковородке ничего невозможно приготовить все прилипает даже там соус какой-то детям панкейки возможно а может и ничего не буду делать кто знает кто знает купили еще мяч в экшене и пляжный зонт с этими с лимончиками ведь для дедушки но и для меня наверное и он сразу в чехле когда разложим будем на пляже продемонстрирую вам дедушка привез вчера кампер чтобы мы уже спокойно спаковали все вещи сзади у нас также есть место для велосипедов я не знаю будем ли мы брать мой в том как точно берет свой и с детьми они тоже там решат пойдем посмотрим как обстоят дела внутри да тут нужно конечно кардинально убраться наверное там будут спать дети наверху и здесь будет наша кровать дед убрал стол и нужно еще проверить эти ремни безопасности что мы тоже могли спокойно доехать и безопасно а спереди здесь только два места для водителя или штурмана интересно будет ли меня укачивать еще нужно подготовить постельное белье подушки полотенца полотенца не только для пляжа но и для душа для всей семьи но сначала наверно уборка досочка есть думала возьму свою это наверное кондиционер переносной или что это ну я предполагаю что да дом как в прошлом году полностью все вычищал но наверное после приезда они этим не занимались или дед куда-то ездил что происходит вещи дедушки здесь у нас холодильник я очень надеюсь что мы не будем пользоваться туалетом на самом кемпинге не открывается можно обойтись и без него и сходить там в общей так же здесь есть шкафчики буду просить чтобы мне выделили место чтобы я могла что-то там разложить на достать из своих этих чемоданов кампер конечно старенький но томок сегодня будет приводить его в чувства а мама тома копошила шторы темные интересно как то мы будет спать в этом кампере он дома просыпается с восходом солнца у него какие-то проблемы со сном а а я ну буду рассчитывать на то что будет паться хорошо что поделать я надеюсь я не пожалею об этом приключении потому что я однозначно человек комфорт и все-таки люблю когда чисто там опрятно короче будем наводить красоту а и а и 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 Субтитры делал DimaTorzok Сегодня такой дурацкий день, знаете, когда ты вроде как целый день занят, а по факту ничего толкового не сделал У меня так, я ночью очень плохо спала, рано проснулась на реабилитацию, съездила И потом туда-сюда с детьми, вот эти завтраки, обеды, какие-то развлекухи для них и так далее И после обеда было так много уборки, и у нас сегодня еще один ребенок, это друг Игната В общем, они тут бегали, суетились и игрались, и я в зале отключилась на час Я не знаю, как я это сделала, я днем практически никогда не сплю Это моя боль, потому что если ночью не выспалась, то все, я до вечера буду ходить как зомби Но я не уложу себя спа днем, такое случается несколько раз в год Еще сейчас выпью кофе и хочу погладить какие-то хотя бы там вещи после стирки Знаете, без понятия, как там на компинге будет со всеми этими удобствами Там точно есть стиралка, а вот с глажкой может быть очень по-разному И чем больше я думаю о нашей поездке, тем больше как бы свыкаюсь с мыслью, что это точно не будет отдых Что это будет просто смена обстановки и достаточно много разных хлопот И также есть какие-то моменты, о которых я не знала и о которых мне поведал вчера Томек Значит, то, что, например, так как Камперу уже 20 лет, но дедушка его купил в очень хорошем состоянии Ну там плюс-минус 20, то есть он не последних лет выпуска И там только один прикуриватель, куда можно вставить одну зарядку на телефон Конечно же, это будет телефон Томека, потому что у него там навигатор И также сзади, там где сидят люди, там нет вообще зарядок То есть не все могут сидеть спереди, только водитель и штурман, все остальные сзади А остальные это я и дети, поэтому нужно позаряжать всякие пауэрбанки И в самом Кампере всего одна розетка, куда уже на месте можно будет подключить удлинитель И тогда заряжать всякие устройства, а это как минимум 5 телефонов Нас пятеро, ну может детям там не обязательно, но все равно Два ноутбука, моя камера, какая-то там колонка Томека Это только то, что я сейчас вспомнила Плюс там наушники разные и так далее Нужно взять удлинитель И вы скажете, что в этот прикуриватель во время дороги можно вставить такую штуку, адаптер Куда уже можно подключить несколько зарядок Но мы баиваемся, ничего ли там не сожжется В технологиях того времени этого Кампера Короче, будет весело А еще мы едем не сами, а через несколько дней туда же приедет пара семейная Это наши друзья, и у них ребенок плюс-минус такого возраста, как мы Интересно то, что муж любит всю эту палаточную движуху А жена, ну типа как я Я думаю, что мы с ней будем такой взаимной поддержкой друг к другу А вообще-то можно спать и в гамаке Наверное, я не особо высплюсь Но тем не менее, хотя бы не так жарко будет И я как раз достала средство от всяких там букашек Оно отлично помогает Я его много раз покупала на iHerb, но на основе всяких там эфирных масел Натуральное, подходит для детей И я, конечно же, возьму его с собой Начала уже потихоньку собирать вещи И сразу так раскладываю на пол, чтобы понимать вообще, оно надо мне или нет В тему или нет Возьму с собой как можно больше платьев Вот таких, знаете, поверх купальника надеть В город тоже можно найти какие-то комбинезоны Это все из старых коллекций Помимо муслинового платья И также захвачу с собой спортивный костюм Мало ли, если вдруг резко похолодает Там или вечером будет прохладно И беру еще и коврик для занятий И спортивную форму Главное не забыть обувь Ну и без обуви тоже В принципе, я думаю, что я справлюсь Вот такие костюмы всякие мне пригодятся С шортиками И это у меня тройка Вы видели в последнем влоге на мне вот эту рубашку из муслина Здесь штаны и такой топ То есть с открытым животом Вот еще всякие там рубашечки удлиненные И не только Костюм еще один белый Ну, чтобы я могла набросить на пляж, например На вечер возьму с собой еще вот такой муслиновый голубенький И пару платьев Если мы все-таки поедем в город В этот раз я более тщательно собираюсь Потому что мы не будем мобильны На камбере уже не поедешь в город, в аптеку Можно, конечно, попробовать вызвать такси Или дождаться автобуса Но лучше иметь все с собой Если у меня закончится что-то из моего ухода Который подходит мне Это будет, конечно, супер неприятно И здесь у меня уже расческа Беритва, мицеллярка Тут какие-то лекарства на всякий случай Ножнички возьму Не знаю зачем, пусть будут Также здесь у меня гидрофильное масло И в прошлый раз я взяла несколько одинаковых баночек Но разного цвета И я в итоге постоянно путалась Что и где у меня Это гидрофильное масло Боюсь, что оно может протечь Поэтому в пакетике дополнительном Купила новую зубную щетку Она у меня в таком органайзере Зубную пасту общую Я надеюсь, что Томак возьмет с собой Свою умывалку Потому что он любит у меня все там, знаете Использовать я беру только на несколько дней Это уже остатки роскоши Очень классное умывание Раундлэб, универсальная Корейский бренд Однозначно могу вам советовать И буду покупать Там, наверное, и выброшу упаковку Если закончится Общий гель для душа Шампунь Когда-то давно им пользовалась Не знаю, как сейчас мои волосы на него отреагируют Но раньше нравился этот уход Вообще у меня джойка И здесь же кондиционер для волос Общий гель для душа Мой дезодорант Я специально попереливала все У упаковки поменьше Ну как все Наверное, большую часть Я так понимаю, что мне придется ходить в душ И каждый раз носить это все с собой Поэтому, чтобы не тягать Огромное количество всего Я вот так как-то разделила Сейчас буду думать вообще Может я для тела отдельно Да, наверное, так и сделаю Для волос Да, так будет логичнее Здесь все для купания А это только для умывания Именно для лица И еще чуть не забыла Зубную нить Это важно Уход я в основном Попереливала в баночки поменьше Единственное, что я беру В оригинальной упаковке Это вот этот SPF Очень он мне нравится И я буду носить его с собой Еще и на пляж Чтобы обновлять Хотя, вы знаете Даже если этого не сделать Я все равно с ним не сгораю Даже если нанесу один раз утром Для всех типов кожи На разные сезоны Легкий Хорошо впитывается Не выбеливает кожу Прям вот в этом году Открыла его для себя Скин Чего там 10.04 Будем говорить так Его еще надолго хватает Он приятно ощущается Не забивает поры И хорошо защищает от солнца Боюсь пигментации Буду мазаться как не в себя Еще больше Вот этот тоник Налила его из большой баночки Он не совсем, наверное Полностью раскрывается на моей коже Но так как купила Все-таки пытаюсь его использовать Мне обычно хочется больше увлажнения Поэтому добавляю увлажняющую сыворотку От Ториден Супер уход Хочу просто его закончить У меня сейчас В домашнем использовании Селимакс Но летом Идеально мне подходило Вот и крем И сыворотка Для комбинированной Для жирной кожи На разные сезоны Но она лето Для сухой Тоже отменно Вот видите Я уже допользую сыворотку В поездке Крем под глаза Селимакс Это собственно говоря Один крем Дневной А вот это в небольшой баночке Беру очень классный крем Прям зайдите в инфобокс Я оставлю вам ссылку Это тоже корейский бренд Он восстанавливающий Супер увлажняющий Для восстановления Защитного барьера На зиму Однозначно буду вам советовать В каких-то осенне-зимних подборках Куплю еще Это моя бюджетная находка Говорила вам Он действительно работает лучше Чем многие там Всякие корейские Дорогие ланейш И так далее Чуку гламур Это ночная маска Но я использую ее Как бальзам Гуаша Я думаю что Пребывание на кемпинге Скажется на моем лице Поэтому вдруг что Будем это все Исправлять И на всякий случай Патчи от прыщей Я предупреждала мужа Что у меня будет много всего Я думаю он не ожидал Такого количества Всякое там Для загара От загара Для дедушки Для детей Какие-то остатки Все что нужно Позаканчивать Если плавки натрут То тоже Вот такая паста С цинком Что иногда случается В общем я готова Девочки Наверное Ко всему SPF 30 SPF 6 С шиммером Это для ног Когда они уже загорят И после загара Мазь Аптечная Тоже От ожога Пантенол У меня с собой есть Вот это кстати Очень классное Легкое молочко Оно увлажняет И действительно Успокаивает кожу Когда она такая Вот знаете Немножечко Подпекшаяся У меня Томок Любит красный загар Ну то есть Он вообще Конечно Неисправим И он Использовал Большую часть Так что Жалко Что не купила Еще одну упаковку Дайсон Всякие там Резинки И заколки И сухой шампунь Сто летом Не пользовалась Ну а вдруг Не будет возможности Помыть голову Мало ли Ну и что Наше путешествие Начинается Выезжаем Рано утром Не забывайте Поставить пальчик вверх И встречаемся С вами В следующем влоге Пока-пока Приключения начинаются У нас Сломался Кондиционер И теперь Мы едем В сауне Приключения